приветики мои дорогие сегодня вот такой вот замечательный солнечный зимний день на улице очень холодно у меня на балконе цветы цветут еще не буду заходить там холодно не хочу и там цветут и сейчас я покажу сколько градусов на балконе вот балкон она застеклена и слегка утеплен слегка не очень-то прям уж усиленно и ниже нуля у нас не опускается но холодно холодно и поэтому что же я придумала со своим подоконником вот у меня на на южной стороне стоят мои орхидеи зимой я на выходных занималась уборкой окошек тюлей карнизов и так далее и конечно же я уделила внимание своему окном своему подоконнику почему потому что я заметила что ночью очень холодный подоконник с одной стороны там где нет батареи там где нет батареи вот у нас получается одна половина под батареей она теплая а вторая прохладно также что я заметила там где над батареей этот подоконник там у нас цветоноса цветоноса у нас во всем это моя орхидейка бордовая еще она выпустила вот такой вот цветонос маленький боковой со старого это цветонос с нуля полностью также моя орхидейка пугая тоже решила порадовать цветением выпустила цветонос аида моя выпускает листик и лезут новые корешки вот эти вот с которыми закупленными она приехала они так и остаются но зато по бокам она слезут с обоих сторон корешки начать аида у нас прижилась аида это та которая голубо-сиреневая очень красивая орхидейка что она решила меня порадовать дальше моя котлея я ее пересадила красная сидит в таком кашпо я сейчас ее вытащу и подробнее вам про нее расскажу дальше моя реанимашка уже далеко не реанимашка сколько у нас корней и листов новые корни с обоих сторон я про эту реанимашку сниму отдельное видео вам расскажу подробности потому что тема очень таки интересная и в подробностях расскажу что же я с ней делала вы помните у меня есть цикл видео то есть пару серий как я ее мазала как я ее садила как я ее мазала садовым варом про нее я сниму отдельно дальше королеву и сюда поставила но у меня занимает очень много места в общем цветонос у нее тоже живой там дальше притаился у нас мини марк мини марк у нас тоже дает цветочек так дальше у нас котлея моя желтенькая которая вот листочки нормальные зелененькие сидит она так вот посаженная надо призвать цветонос ну бубочки такие же сморщенные они уже не знаю вряд ли восстановится это разве что будут молодые росты дальше у меня моя бархатная биглип тоже выпустила листик красивенький такой это моя бархатная биглип которая очень уж потрясная необычная так дальше 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 две мои котлеи я разделила желтую на два кустика один кустик и второй кустик и вот такой вот у меня есть алоэ вера он очень расхидистый поэтому я его решила вот так вот подвязать когда его распускаешь он классный он выглядит так красиво нехватка места это проблемка и на краю подоконника я поставила вот такие вот вещи это горшок на пересадки королевы корзинка с игрушками для котят чтобы не прыгал не прыгала моя кошка молодая которая очень игривая которая мне постоянно скидывает горшки у меня сога вивиен летал на днях на той неделе вот поэтому я поставлю хотя тот раз тоже у меня это все стояло тут потому что я предвидела это но нет ей надо было сюда залететь и как же она летела на скинула корзинку и все-таки на тут стоял на этом месте сока все-таки она умудрилась скинуть сога вивиен никакие баррикады не помогает у нас кстати на королеве проснулись почки дома и котлейки вот котлея в таком вот салатовом кашпо значит я ее посадила в горшок с дырочками вы можете наблюдать я уже не буду вытаскивать как известно котлеи любят просушку поэтому горшок с дырочками субстрат кора уголь камушки керамзит и немножко кокосового волокна сверху внутренний клава только сверху куст не делила мне понравился куст такой таким шикарным как какой он есть делить не стала пусть будет такой пышный вот это именно это красный куст желтый но практически желтая котлея на сама развалилась на две части там она как просилась ее поделить поэтому у меня вышло два кустика и вот этой вот котлеи красной у нас тут есть молодые росты молодые росты раз-два это листик бы два ростика очень ждут цветения орхидеи кима и крапуши постелила на подоконник вот такой вот штуку утеплитель потому что ночью подоконник очень холодный вот тут на этой части где есть батарея все окей все нормально на этой части на второй части тут у нас прохладный подоконник даже на ощупь они отличаются с помощью вот этой вот штуки утеплителя он хоть и тоненький вообще разница очевидна так что такое я придумала там не все от посылочек утеплитель есть разные более такой пористый более толстый толще есть фольгированный с одной стороны мне тут хватило и тоненького и не надо ничего придумывать никакого пенопласта у меня пока что это устраивает этот вариант ничего не нагромождено ничего не надо громоздить положила и немножко я говорю я эффект чувствую так очень холодно прохладно так что такие у нас сделала такие у нас листочки раз хотела показать одну штуку посмотрите на моего стюарта хотела вам показать значить прошло по моему две недели как я сделала вот этот вот флорариум и поставила горшочек вот таким вот образом и что я заметила интенсивный рост листика посмотрите как они отличаются то есть этот листик у нас тянется к свету и к влажности вот туда и буквально буквально на глазах он начал расти там кстати новый листик лезет и что я еще сделала я сюда добавила ложку торфа вот прям сверху коры я добавила так на трусила и при поливе она туда попадает и короче им очень очень понравилось смотрю что он вообще так тронулся в рост листик тянется хороший способ быстро вытянуть листы теперь для симметрии можно повернуть и теперь у нас тот листик будет тянуться к свету и влажности фиалочка моя лучше мне девочки подсказали под тепличку ее значит все эти листы мягкие которые начали портиться я удалила и и там у нас появляются плотные хорошие новые листики молоденькие баллара значит что с баллурой баллара растет все хорошо листы и темно-зеленые насыщенные туда листик у нас тоже тянется аквариум вот это старый листик начал желтеть а ростик у нас продвинулся тоже растет стал больше значительно сока у нас без изменений сидит как засватанный так это моя blackbird черная птичка и и поставила сюда на более теплое место и внутри видите как все тянется все растения тянутся вот туда вот к влажности и свету она даже наклоняется вечером когда уже световой день заканчивается от окна не идет свет она полностью вся нагинается вот туда вот потому что подсветка у нас до поздна пока я не лягу спать а ложусь и очень-очень поздно значит тут у нас сейчас я заберу водичка испарилась сейчас я долью водички все у нас поприживалось там моя анна ларати чувствует себя прекрасно и вырос новый листик там растут новые корешочки все нормально вся зелень которую я сюда садила вся поприживалась сам покажу корешки корешки у нас попускала вербеник вербенику очень нравится плющ все зелененькое все без потерь все у меня растет вот там даже выросла какая-то травинка сейчас я заберу вот вот и выросла даже вот какая-то травинка попала где-то так что все растет сейчас подолью водички кстати заметила очень классно уважняется в комнате воздух поэтому вода за неделю полностью испаряется видите покуда вода у меня была вот белая полоса я наливаю и она полностью за неделю она испаряется то есть раз в неделю нужно подливать вода не плесневеет ничего с ним не происходит никакого запаха ничего нет все чистенько поэтому мне очень наше изобретение мне нравится вот цветочкам я смотрю тоже нравится ну все вот такие вот были новости на сегодня сегодня очень прекрасный солнечный день вот растения продолжают расти и надеюсь на новый год порадуют цветочками вот с вами была Ирина всем пока и до новых встреч